Приветствую вас! В этом ролике я расскажу об организации армии в Древнем Риме. Официально государство в Древнем Риме существовало с 753 года до н.э. по 476 год, то есть более тысячи лет, и, естественно, структура армии и ее вооружение существенно эволюционировали. Организация армии в Древнем Риме в царский период соответствовала организации государства. Все население Рима делилось на три племени – трибы – латинов, сабинов и этрусков. Каждая триба делилась на 10 курий, всего, соответственно, 30. Вся армия состояла из одного легиона, от латинского «собирать». В этот легион каждая курия делегировала по 100 воинов и 10 всадников. Таким образом, легион состоял из 3000 пехотинцев и 300 всадников – эквитов. Солдаты призывались на службу в случае необходимости. Они экипировались и содержали себя за свой счет. Никаких особых требований к вооружению и экипировке воинов не было, поэтому снаряжались кто вот что гораст. От 17 до 45 лет служили в полевых частях, после 45 лет – в гарнизонах крепостей. В VI веке до н.э. царь Сервий Тулли провел центуриатную реформу, в соответствии с которой все население Рима было поделено на пять имущественных классов, в соответствии с которой каждому классу предписывалось определенное вооружение. На иллюстрации вы можете лицезреть первые четыре класса римских воинов. Как видно, стоимость вооружения и снаряжения от класса к классу уменьшалась, а представители наименее зажиточного – пятого класса – пополнили ряды легковооруженных воинов – велитов. Беднейшие граждане, так называемые пролетарии, от пролез – потомство, то есть не имеющие ничего, кроме детей, не были включены в состав имущественных классов и в армию не призывались. В эпоху Ранней Республики вооруженные силы состояли из двух легионов, каждым из которых командовал один из консулов. С IV века до н.э. число легионов увеличилось до четырех, и каждый консул командовал армией из двух легионов. Соответственно, командиром отдельного легиона назначали военного трибуна. Долгое время тактика боя римлян ничем не отличалась от тактики его соседей – либо фаланга по греческому образцу, как это было у этрусков, либо рассыпной строй. Однако, около 300 года до н.э. во время Сомницких войн произошла настоящая революция в организации римской армии. Был введен манипулярный строй, то есть фаланга была расчленена на отдельное подразделение – манипулы. Расчленение легиона на манипулы значительно повысило его боевые возможности по сравнению с греческой фалангой. Создались условия сражаться на пересеченной местности, маневрировать, наращивать усилия из глубины, вести преследования. Итак, теперь боевой порядок легиона строился в три линии, по 10 манипул в каждой. Первая линия – Гастаты, молодые воины, 1200 бойцов. Вторая – Принципы, воины в расцвете сил, также 1200 человек. Третья – Триарии, ветераны, 600 бойцов. Впереди легиона, вне манипулярного строя, располагались Виелиты, легковооруженные воины, 1200 человек. Названные так по имени легких метательных копий. Каждый воин имел 5-7 таких копий. На флангах легиона располагалась кавалерия. 10 турм по 30 человек. Состояла из тяжелой конницы – Эквитов. Это наиболее зажиточные граждане Рима, способные приобрести вооружение и снаряжение, круглый щит, шлем, доспехи, меч и копья, а также легкой конницы, менее состоятельные граждане и богатая молодежь, не подходившая по возрасту в Гастаты и Эквиты. Для боя манипулы строились с интервалами, равными длине их фронта, до 20 метров, располагаясь в шахматном порядке. Манипулы принципов прикрывали промежуток между Гастатами, а тех прикрывали манипулы триариев. Легко подсчитать, что легион действовал на фронте в 500-600 метров. Кроме того, к легиону придавались отряды италийских союзников – ауксиларии, которые состояли из кавалерийских ау, от латинского крылья, и пехотных когорт. Численность союзных отрядов, как правило, соответствовала численности легиона. Во время Второй Пунической войны, в связи с вторжением Ганнибала, вооруженные силы Рима были увеличены вдвое. Теперь они состояли из двух армий, в каждой из которых было по четыре римских легиона и столько же союзнических войск. Для битвы при Каннах армии обоих консулов были слиты в одну. Полиби писал, решено было вести войну восемью легионами, чего раньше никогда не было у римлян. При этом в каждом легионе числилось без союзников до пяти тысяч человек. Кроме того, в годы Второй Пунической войны в легионы начали набирать не итальянских наемников со специальными навыками, отсутствующими в легионах и алах, но медийскую легкую кавалерию, критских лучников и болярских прачников. С этого времени эти отряды всегда сопровождали римские армии. В 107 году до н.э. Гай Марий провел военную реформу, коренным образом изменившую характер армии. Марий стал набирать в армию добровольцев из неимущих граждан, которые до того пребывали вне имущественных классов и в армию не призывались. Соответственно, экипировку и содержание этих воинов брало на себя государство, а при выходе в отставку легионеры, отслужившие свой срок, получали земельные участки и определенную сумму денег на обустройство. К чему же это привело? Была создана постоянная наемная армия, значительно более профессиональная, чем ранее. Во-вторых, отслужившие легионеры поселялись в колониях ветеранов в провинциях, и это существенно способствовало их романизации. Кроме того, наемные армии были преданы не государству, а своим полководцам, осуществлявшим набор, и это создало почву для создания в Риме военной диктатуры. В армии из-за фактического исчезновения ценза исчезло прежнее деление нагостатов, принципов и триариев. Это привело к большему единообразию в обучении и экипировке. Конницу и легкую пехоту начали набирать исключительно из союзников и провинциалов. И главное, манипулярный строй ушел в небытие. Теперь легион состоял не из 30 манипул, а из 10 когорт. В первой когорте было 5 центурий по 160 солдат каждая, во второй, десятой когортах по 6 центурий по 80 человек. Центурия делилась на группы по 8 человек, по латыни «контуберний», которые в лагере жили и ели вместе. И в сражении, и на марше, и в лагере она действовала как боевая единица. Для укрепления корпоративного духа каждый легион получил орла на древке в качестве официального символа. Нетрудно подсчитать, что численность легиона составляла почти 5000 бойцов. А если добавить к этому вспомогательный персонал, слуг и рабов, в итоге численность легиона могла достигать 6000 человек. Как и ранее, легиону придавались соединения союзников той же численности. В начале правления августа число легионов достигло 40, но ему постепенно удалось снизить их количество до 25. В эпоху империи легионы получили места постоянной дислокации в провинциях, и по месту дислокации осуществлялся набор. В городе Рим располагалась так называемая Притальянская гвардия, состоявшая из 9 когорт пехоты по 1000 бойцов и 1 когорты конницы. Там же размещались 3 городские когорты. Как следует из названия, эти подразделения занимались охраной и порядком в пределах Рима. Срок службы в легионах достигал 20 лет, и после увольнения легионер получал вознаграждение в размере 13 годовых окладов. Во вспомогательных войсках служили 25 лет, и по увольнении получали римское гражданство. При Тарианской гвардии служили 16 лет. В эпоху поздней империи легионы все больше варваризуются. Вместо когортного построения для боя бойцы строятся в колонны, и на ведущее место выходит кавалерия. Впрочем, об армии поздней империи я расскажу в ролике, посвященном армии Византии. Теперь о вооружении римской армии. Первое, о чем следует упомянуть, это копье – гаста. Этот термин многозначен. Гастой называли тяжелое пехотное копье, предназначавшееся исключительно для ближнего боя, длиной 1,5-2 метра. Однако, на вооружении было также гаста велитов. Гаста велитарис – намного более короткое копье, предназначенное для метания, то есть дротик. Им были вооружены велиты. В IV веке до н.э. гастаты получили новый вид копья – пилум. Затем им вооружили принципов, через некоторое время триариев. И, наконец, в соответствии с реформой Гая Мария, пилум стал стандартным оружием всех легионеров. Пилум представлял собой метательное оружие, состоящее из деревянного древка и металлического наконечника, равного по длине древку. Древка наполовину вгонялась в наконечник и общая длина составляла около 1,5-2 метров. Металлическая часть была тонкой, до 1 см в диаметре, от 60 см до 1 метра в длину и за зазубренным или пирамидальным острием. Главным его отличием от копья служила длинная железная часть. Она была предназначена для того, чтобы при попадании в щит неприятеля пилум не мог быть перерублен мечом. При атаке солдаты метали железные копья противника с расстояния 10-12 шагов. И даже если пилум не наносил непосредственных повреждений противнику, он застревал в щите и затруднял передвижение противника в ближнем бою. При этом мягкий стержень острия часто загибался, исключая возможность быстро его вытащить или разрубить. Использование щита после этого становилось неудобным и его приходилось отбрасывать. Если же щит оставался в руках врага, подоспевший легионер наступал на древко застрявшего пилума и оттягивал щит неприятеля вниз, образуя удобную брешь для нанесения удара копьем или мечом. Кроме стандартных пилумов весом до 2 килограммов использовались также тяжелые пилумы 4-5 килограммов. Такие пилумы могли пробить не только щит, но и противника в доспехе. Основным оружием легионера был меч гладиус, то есть с латинского гладкий. До нашего времени дошло несколько разновидностей гладиуса, но общие характеристики всех разновидностей схожи. Длина меча достигала 60 сантиметров, а ширина равнялась 4-7 сантиметрам. Носился он на правом, а не на левом боку. Небольшие размеры делали его очень удобным для применения в тесном строю и в рукопашном бою при близком контакте с противником. Исходя из предназначения гладиуса, вы можете легко догадаться, что он использовался преимущественно как колющее оружие, хотя при желании им можно было не только колоть, но и рубить, резать и даже метать в случае необходимости. Вооружение дополнялось обоюдоострым широким кинжалом. Пугео, который использовался легионерам как личное оружие. Клинок у Пугео очень широкий, от 15 до 35 сантиметров. Мог использоваться в тесноте рукопашной схватки, позволяя наносить удары без замаха. Причем Пугео можно было удерживать как прямым, так и обратным хватом, и это позволяло наносить удары сверху. Но в основном кинжал чаще всего использовался для бытовых целей, приготовления пищи, хозяйственных работ в лагере. В эпоху империи легионеры получили новое оружие – плюмбату. Это короткий дротик, утяжеленный свинцовым грузилом и, как правило, оперенный, что улучшало аэродинамические его свойства. Легко догадаться, что плюмбата представляла собой творческое развитие идеи Пилума. Однако плюмбату можно было бросить гораздо дальше, почти на такое же расстояние, на которое бросали легкий дротик. Но если дротик на излете практически полностью растрачивал сообщенную ему начальную энергию броска и даже при попадании в цель не мог нанести ей сколько-нибудь заметных повреждений, то плюмбата даже на предельной дальности своего полета сохраняла запас энергии, достаточный для того, чтобы поразить жертву. Из защитного вооружения следует выделить скутум – большой щит легионеров закругленной формы, непригодный для индивидуального боя, но весьма эффективный в строю. Он надежно защищал легионера от ударов со всех сторон, кроме колющих ударов сверху. Размеры скутума составляли около 75 сантиметров шириной, около 1 метра 20 сантиметров высотой и весом 8-10 килограммов. Изготовляли его из склеенных вместе нескольких деревянных пластин, которые обтягивали телячьей кожей и обивали железными полосками по краям и по периметру. В центре щита крепился выпуклый железный умбон круглой формы. Ручка щита была горизонтальной и держалась полным хватом. Легионеры держали щит не перед грудью, а вдоль левого бока и теснили противника, налегая на щит плечом и помогая себе коротким мечом, который при таком использовании щита удобнее было носить справа. Среди других приметных предметов защитного вооружения отмечу шлем и панцирь. Шлемы Голеа на первых порах изготовлялись из бронзы, затем из железа. В отличие от греков шлемы в римской армии не защищали лицо и оно оставалось открытым, что в силу используемой тактики не было большой проблемой. Насчитывают несколько разновидностей шлемов, но в общем римский шлем включал в себя такие основные элементы. Купол полусферической формы, широкий надзатыльник и подвижные нащечники. Использовался, как правило, вместе с подшлемником из войлока, ткани или кожи. Офицеры использовали тот же тип шлема, что и легионеры, но с некоторыми модификациями. Центурионы крепили на шлем поперечный гребень или плюмаж из конского волоса и перьев. Для этого на макушке шлема располагалась розетка для держателя гребня, а по бокам два кольца для его фиксации в поперечном положении. Разновидностей панциря, по-латински лорика, использовалось несколько. Назову некоторые из них. Самый дешевый и поэтому самый распространенный доспех лорика линтеа. Панцирь, сделанный из кожи или нескольких слоев ткани. Кожаные панцири часто называли просто лорика, от латинского ремень. Далее, лорика мускулата, буквально мускулистый панцирь, бронзовый, затем железный панцирь, имитирующий мускулатуру тела. Форма его, как легко догадаться, позаимствована у греков. Лорика хамата. Это кольчужный доспех, используемый с третьего века до нашей эры. Впрочем, кольчуга была довольно дорогой, и ее носили по преимуществу офицеры. Панцирь лорика плюмата представлял собой дальнейшее развитие предыдущего. На кольчугу вертикально крепились металлические пластины, частично перекрывая друг друга. Пластины были похожи на перья птиц, отсюда и современное название такого панциря – от плюма перо. Невероятно дорогой панцирь такого типа был доступен исключительно военачальникам. Панцирь лорика сквамата, или чешуйчатый доспех, был похож на предыдущий, но здесь металлические пластины крепились на кожаную основу. И, наконец, лорика сегментата, или пластинчатый доспех, состоял из железных полос, попарно скрепленных на груди и спине кожаными ремнями, образуя таким образом обруч, охватывающий торс солдата. Пару слов о римской кавалерии. Вместо седла всадники использовали шкуры животных. Сремян не было, и это, естественно, приводило к тому, что атаковать на полном скаку конники не могли. Конник бы просто слетел с коня, сброшенной инерцией движения. В следствии этого все боевые действия производились без движения. Если к этому добавить, что кони были не кованы, ценность кавалерии в бою следует оценивать как крайне невысокую. Кавалеристы были вооружены копьем, именуемым ланцея, и мечом с патой. Ланцея – это кавалерийское копье длиной до 2,5 метров с листовидным наконечником. Естественно, ланцея была значительно длиннее гасты. Спата – это кавалерийский меч длиной до 1 метра. Ширина клинка варьировалась от 4 до 5 сантиметров. Вес достигал 2 килограммов. Рукоять у римской спаты делали так же, как и у гладиуса – из дерева и кости. В эпоху поздней империи, в связи с варваризацией армии и упрощением боевых построений, ланцея и спата становятся основным оружием пехоты. Рассказывая об армии Древнего Рима, нельзя не упомянуть о Каструме – римском военном лагере. На каждой своей стоянке легионеры сооружали такой лагерь. Он представлял собой квадрат, позже прямоугольник, длина которого была на 1 треть протяжнее ширины. Прежде всего намечалось место притория. Это квадратная площадь, сторона которой равнялась 50 метрам. Здесь ставились палатки командующего, жертвенники, трибуна для обращения к солдатам полководца. Здесь же происходил суд и сбор войска. Направо была палатка Квестера, налево – легатов. По обеим сторонам помещались палатки трибунов. Перед палатками через весь лагерь проходила улица шириною 25 метров. Главную улицу пересекала другая, шириной 12 метров. На концах улиц были ворота и башни. По сторонам правильными рядами стояли палатки легионеров. Между валами и палатками легионеров было расстояние 50 метров. Это делалось для того, чтобы неприятель не мог зажечь палатки. Перед лагерем устраивали полосу препятствий из заостренных кольев, волчьих ям, образовывавших почти непреодолимые препятствия. Остается добавить, что многие лагеря были сооружены настолько капитально, что современные города, такие как Кёльн, колония Агриппина, Вена, Виндобона и многие другие выросли из таких лагерей. У каждого легиона было знамя Аквила в виде орла, изготовленного из серебра и золота, и помещенного на шесте, украшенным металлическими кольцами, полерами. На этом я завершаю свой рассказ. До свидания.